Добрый вечер. Добрый вечер. Недавно такой же добрый вечер состоялся у меня с Анатолием Кучереной, известным вам деятелем, ваш адвокат, и мы говорили про ваш демарш в отношении Ельцин-центра. Ведь действительно, вы трижды говорят государственные премии и все в 90-е годы, все в ельцинское время. Вам разве же не хорошо было в 90-е? Разве Ельцин не открыл окно возможностей для многих людей? А какое отношение имеет Ельцин-центр, о котором я говорю? Да, вот об этом мы и поговорим. Имеет ли он отношение к Ельцин-центру? Музей президента страны необходим абсолютно. Я об этом говорю и говорил, и убежден, что он должен быть. Просто, так сказать, либеральные СМИ пытаются столкнуть мою точку зрения с памятью Ельцина и с его семьей. Это абсолютная, так сказать, профанация, это подмена очень серьезная. Дело в том, что именем Бориса Николаевича Ельцина в Ельцин-центре происходят абсолютно разрушительные действия на сознание маленьких, особенно детей. Когда им показывают мультипликационный фильм «Восьмиминутный историю страны», где вся история страны – это мерзость, кровь, предательство, идиотизм и репрессии. И только с приходом Бориса Николаевича страна обрела светлое будущее, настоящее, так сказать, без прошлого, потому что прошлое было безобразно. Когда туда приходит восьмилетний мальчик, не обремененный большими знаниями в истории, и смотрит это, ему вкладывается уже автоматом, вкладывается представление о том, что вся история его страны до 90-го года – это мерзость, которой надо стыдиться и забыть. Вот и всё. Когда в этом музее, так сказать, мы видим присутствие огромного количества людей, получивших возможности в 90-е годы, и не видим ни одного человека, который, будучи человеком знаменитейшим, известнейшим, много сделавшим, но не разделяющим, так сказать, либеральных взглядов, и вот там нету. Там нет ни одного человека, который, так сказать, считает, что развал армии – это плохо, что продажа за копейки флота – это плохо, что переформатировать военный завод на производство игрушек или кастрюли – это плохо. То есть там всё время идёт, так сказать, подтасовка. Там рассказывают о героическом времени, сложном времени, героическом времени, о том, что произошло в Чечне, абсолютно преступная война, об этом не говорили, ну и так далее. Поэтому, так сказать, я говорю, а когда заместитель директора музея, кстати, директор музея, очаровательная девушка, которая большую часть жизни прожила в Америке, которая абсолютно чистый лист бумаги, для неё вся история, вот она приехала, ей рассказали историю, и она по этой истории живёт. Она просто чистый лист бумаги. Когда мы разговаривали с ней, она была очаровательна, мила и практически не имела возможности, в общем, эту беседу вести на более-менее серьёзном уровне. А когда заместитель директора по научной части, господин Соколов, рассказывает о том, что подавляющее большинство граждан Советского Союза пыталось уклониться от воинской службы и не идти на войну, и предлагает реабилитировать власовцев, ну, ребят, я поэтому и сказал. Меня спросили, что я думаю по поводу того, что Ельцин-центр получил награду как лучший музей, европейскую награду как лучший музей. Я сказал, знаете, то, что я сказал, я сказал как гражданин, а то, как я сказал, это художественный образ. Я сказал, что я испытываю, я отношусь к этому точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Кацубайло, который стал полицаем, получил железный крест от вермахта. А если посмотреть статус железного креста, то это как раз, так сказать, награда, продающиеся на оккупированных территориях, тем, кто ведет свою деятельность в пользу тех, кто оккупировал эту территорию, то есть в пользу вермахта. Ну, это абсолютно совпадает с тем, что если бы в 41-м году эти господа находились бы, так сказать, у власти, то мы практически бы сдали страну. Ну, правда, пили баварское пиво, хотя не все. Я думаю, что мало кто кинует. Есть большие сомнения. Есть большие сомнения. Поэтому у меня, я в данном случае совершенно не имею в виду, скажем, Наину Войсну, я очень уважаю, она потрясающая женщина совершенно, героическая женщина, всю жизнь прошедшая, верная, сильная, его дочери. Это вообще для меня неприкасаемая, так сказать, тема. Я не о них говорю. Я говорю о том, как именем, я убежден, Женя, если бы Борис Николаевич Ельцин побывал в этом музее, так сказать, и ему бы не вдули в уши что-нибудь такое, что он должен был бы сказать, а если бы он реально посмотрел бы на то, что там происходит, я думаю, он бы его разогнал. Потому что если бы ему объяснили, к чему это ведет в результате, и убирая его личность, так сказать, не говоря о том, что, так сказать, не петь ему понедельник, а просто показать. Вот дети, которые смотрят, и эти дети, они убеждены, что истории у страны нет. Я думаю, что он не был довольным, чтобы он как Харуиков его несут, а за его спиной творится бог знает что. Вы с ним общались после того, как он отошел уже от дел, после его ухода? Кстати говоря, вот это вот такая удивительная вещь. Вы же получали премии там, или там орден там получали. Какое это имеет отношение? Я агитировал за Ельцина, потому что то, что было вместо него, я не мог за это агитировать. Явлевский, это раз. Во-вторых, посмотрите мою картину Анны от 6 до 18, когда я говорю о том, что да, у меня разные отношения, но в этой ситуации сегодня другого выхода нет. И я нигде абсолютно... Это, так сказать, такая чудная тоже подтасовка. Как ему тогда лизал, а сейчас неправда это. Это неправда. Моя совесть перед ним чиста. Моя совесть перед ним чиста. И когда меня попросили помогать ему на выборах, я это делал абсолютно не за награды, деньги. Но альтернативы не было. Я делал это потому, что я понимал, что если не он, то в этой ситуации альтернативы не было. Но еще, извините меня тогда, мы ничего не знали про то, во что это выльется. Мы ничего не знали, что в Белом доме сидят, так сказать, советники из Соединенных Штатов, которые, в общем, очень правильно советуют. Мы ничего не знали о том, что первый человек, который узнал о том, что произошло в Беловежской пуще, был Буш-старший, которому Ельцин сказал, что вообще даже Горбачев не знает. Вы первый, кому я об этом говорю. Но согласитесь, что это довольно странное дело, когда глава огромной великой страны докладывает о том, что произошло, в общем, другому лидеру огромной великой страны. Но не Китая, допустим, с которой у нас были отношения, а той самой страны, которая предложила нам разоружиться, разоружила нас, но не разоружилась сама. Поэтому, так сказать, мы ничего этого не знали. Мы ничего этого не знали. Я ни от одного своего слова не отказываюсь, ни тогда, ни сейчас. Вы знаете, вот по-разному к Ельцину относятся сейчас. Те люди, которые его знали и с него работали. И вот тоже в рамках той же важной персоны недавно беседовала с Людмилой Нарусовой, сенатором. И она крайне негативно, Апалис Николаевич отзывается. Но я не к этому, а к тому, что у нее прозвучала такая вещь, что человек не может занимать никакой важный пост и руководить более 10 лет, потому что он заражается мессианством. И вообще это не есть хорошо, когда более 10 лет человек сидит на одной позиции. Я-то сразу подумал, вот о вас. Вы ведь пятый срок подряд возглавляете союзский миниографистов с точки зрения системы. Координат госпожи Нарусовой нехорошо вы поступаете. С 98-го года вы на этой позиции уже пересидели все допустимые... Я подумал об этом. Я задумаюсь о том, что думает госпожа Нарусова. Нет, ну вы как вообще относитесь к тезису, что человек не должен долго занимать руководящий должность? Кстати, дело в том, что мы живем в стране, в которой большую часть своей жизни была монархией. Да. Поэтому, так сказать, сменять монархов по поводу того, что хватит быть монархом, я думаю, что это довольно странно. Дело же заключается в том, насколько человек соответствует тому народу, который его избрал, или той стране, которой он руководит. Если менять только потому, что... Вы знаете, ведь в Соединенных Штатах меняется фотография жены на столе, в принципе. Да? После восьми лет. Ну что еще меняется особо? Ну, может быть, сейчас, так сказать, пришло некое чудо в перьях. Так сказать, это отдельно. Но, в принципе, там ведь вы же не можете проснуться однажды после выборов и увидеть зеленый флаг ислама на Белом доме, правильно? Вы же не можете увидеть, так сказать, красный стяг там. Там меняется внутри, так сказать, все равно определенные системы координат. А у нас замена может быть практически полная. Когда конфронтация между, скажем, точкой зрения либералов или точкой зрения консерваторов или с точки зрения коммунистов, она достигает апогеи и в результате побеждает кто-нибудь один, то, в принципе, меняет, может измениться вся система координат страны. Но когда это происходит в стране, не знаю, в Ватикане или происходит это в Монако, ну, хорошо, это, может быть, кому-то будет там удобно, неудобно, но это не катастрофическое дело. А когда это происходит в гигантской стране в ядерной державе, когда офицеров обучают в течение лет их обучения, они присягают кому-то, а потом говорят, что это кому присягали, его расстрелять надо. Вот как быть в этой ситуации в стране, в которой столько часовых поясов? В одном месте еще выпивают, а в другом уже похмеляются. Как можно, так сказать, такую страну подкидывать на Орлорешку? Я не представляю себе, это катастрофа, это катастрофа. И вообще попытка, на мой взгляд, повторяю, попытка экспериментировать, а давайте поправить сейчас немножко, пусть правит сейчас Явлинский, а потом пусть Навальный, а потом пусть Зюганов, давайте, ну, чтобы, так сказать, ну, все-таки, чтобы всем было... Пусть растут все цветы как-то. Да, пусть растут все цветы, но это катастрофа. Я вообще считаю, что единственная форма существования для такой страны, как Россия, это просвещенный консерватизм. Это, так сказать, осознание того, что есть корневая система, а когда она мощная, и есть ствол, листья могут и сюда гнуться, и сюда, как ветви, как угодно, но есть корневая система. А когда нет корневой системы и вертикали власти для такой страны, как Россия, это мировая катастрофа, глобальнейшая. Как вы считаете, у нас возможен киевский сценарий, то есть, возможно, у нас повторение Майдана. То есть, когда выйдет на улицы молодежь, народ, и это приведет к смене власти кардинальной. Посмотрите, у нас, видите, уже появились вот эти вот симптомы украинизации. Людей зеленкой обливают там. Ну, это уж начиналось в Украине. Зеленка, потом мусорные баки. Замечательная мысль есть, что в России за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. Я не слышал. В принципе, это так. Нас за 10 дней, вот за 10 лет у нас переменилось все, а в принципе, за 100 ничего. И история Майдана, ну, в России все может происходить, конечно же, но я все-таки, ты понимаешь, какая штука? Майдан – это праздник слабых, это праздник зависимых. Обрати внимание, она просто очень интересна. Вот, а что такое гимн? Это гражданская, так сказать, молитва, да? Гимн. Вот, это же вещи, так сказать, такие, я бы сказал, сакральные, подсознательные. Как начинается гимн Польши? Еще польская нескольная. Нескольная, да. Как начинается гимн Украины? Еще жива Украина, да? То есть, сколько? Да? Так. Когда национальный гимн начинается со слов, слушай, мы еще живы, мы еще о-о-о, мы о-о-о, мы... Тут есть, как сказать, некое ощущение того, что ты все равно от кого-то зависишь. Всегда. Всегда. Немцы эти, турки это, русские это. То есть, там есть та самая жажда к самостийности, которая не подтверждена генетически. Это так случилось, что Украина всегда находилась, так сказать, между молотом и наковальней. Не важно, это был православный, это славянский молот на ковальне, или это были латиняне. Не это важно. А важно, что там существует вот этот вот импульс. Чтобы быть, импульс есть, а возможностей для этого нет. Это выливается в то, что кто не скачет тот москаль, москаляку на генера, и все существование сегодняшней Украины, все ее силы, ресурсы, деньги, они направлены только на одно. Доказать себе и миру, что никогда с Россией они ничего общего не имели, не имеют и иметь не хотят. Но невозможно жить на отрицании только. На нет жить невозможно. Дело в том, что когда люди, которые не любят что-то вместе, добиваются того, что то, что они не любят, погибло, потом выясняется, что не любили они одно и то же, а любят они совершенно разные вещи. И в результате собраться на нет, на нелюбви, это приводит к тому, к чему сейчас приводит. Это приводит к полной деградации, которой стремительнейшим образом идет Украина. Стремительнейшим образом. Без виза мы наконец достигли, мы без виз можем поехать в Германию. Хорошо. Куда? В Бундестаг? Куда поехать? Приехали в Германию. И что? Кем вы там стали? Туриста? Замечательно. Квасить пиво? Замечательно. В себя показать? Отлично. А дальше что? Где оно, то соприкосновение, скажем, с европейской культурой, которое, может быть, европейской культурой принято? Вспомни Булгакова. Как был украинский код? Кит, Акит, все. Это из Булакова? Я знал, что это из Булакова. Да. Поэтому, так сказать, причем я испытываю огромную нежность к этому народу и к этой стране. Я там снимал картины, я там снимал Обломова. Это потрясающие люди. Это трогательные, это все вместе взятое. Да вам Гоголя взять, господи. Вообще, вся эта теплота, наивность и трогательность, которые вдруг убираются и на это место вырастает огромный чирий ненависти, он же лопнет когда-нибудь. Но проблема в том, что лопнувший чирий, он ведь, так сказать, своим извержением в результате... Забрызгает? И все свое. Знаете, ваша, не знаю, можно ли сказать, что подруга, ну, хорошая знакома Максакова, недавно видел ее интервью, в котором она говорила, что украинский язык, он изначально из него образовались другие славянские языки. И, в частности, вы упомянули Гоголя, что империя заставляла Гоголя, Тургенева и других значительных украинских писателей писать на русском языке. Вот природу этой трансформации, вы мне можете объяснить, мне интересно, там люди ведь, можно сказать, что они вынуждены это говорить, оказавшись на этой территории? Или там действительно очень мощный такой напор пропаганды, который заставляет людей как-то переформатировать? Страшно. Из-за страха? Ну, смотри, ну, смотри, показывали по телевидению, как в каком-то магазине чуть не избили человека-продавца, который продавал на русском языке. Он просто разговаривал, ну, и так далее. Ты знаешь, это такая мегаломания, ну, как сказать. Понимаешь, театр лилипутов, вот они, вот, смотри картину «Сибирский цирюльный», помнишь, там лилипут-наполеон играет? Да, 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 да. Ну, он же убежден, что он наполеон, а он лилипут. Ну, и что с этим сделать? Ничего не сделает. С темы страха мы закончили, во второй части программы поговорим о радостях. Давай. Радостно, я считаю, все-таки тема, которая касается семьи, она всегда по-мажорней, чем то, что касается политики, везде. Не так давно вы в Омске открыли бюст Михалкова, Сергея. Вопрос, почему в Омске? Ну, это не мы открыли, это была инициатива властей Омска. Там какой-то молодежный центр, и так как, там, как бы там кому-то хотелось или не хотелось, но все-таки в количество экземпляров стихов Михалкова, вообще произведения Михалкова близится к полумиллиарду, то, ну, в общем, все. Так или иначе, все люди, которым сегодня за 25, даже тем, которым моложе, они все равно, так или иначе, росли на стихах Михалкова. Он действительно реально народный поэт. А вы росли на стихах своего отца? Знаешь, что имеешь, не хранишь, потерявши, плачешь. Я на них обижался, потому что очень много стихов написанных, так сказать, по мотивам моей несуразности. Например? Я ненавижу слово «спать», я морщусь каждый раз, когда я слышу морщ. Это про вас? Значит, знаешь, я честно скажу, к моему ужасающему стыду, когда был его 95-летний юбилей, 90-летний он был, и меня попросили почитать его стихи, я стал выбирать, и я вдруг обнаружил, что это гениальный детский поэт. И почему это так? Потому что он... Без тисюканья вот этого. Он всегда... Пап, ты любишь детей? Я говорю, ненавижу. Почему? Он ненавидел детей, как дети не любят друг друга. Не как взрослый ненавидит ребёнка, а вот дети, которые дерутся, жалуются, ябедничают. Вот он абсолютно... Мама говорила, а Серёже всегда 13 лет, и это правда. Поэтому все его стихи, они абсолютно написаны с уровня, так сказать, человека, который смотрит на мир снизу вверх. И это уникально, просто уникально. И когда я стал читать его стихи, я не знал даже, что выбрать, потому что каждый стих твое такое точное, такое неожиданное. Ты гора моя, забура моя, в тебе дверцы нет, в тебе сердца нет. Это моя сестра написала эту фразу. Это выдумала девочка четырёх от роду лет, это выдумала девочка, повернула и спать легла. Только я сидел до полночи возле круглого стола, только я сидел до полночи под шорохи мышей, всё оттачивал, оттачивал, острия карандашей. А потом я их обламывал и оттачивал опять. Ничего не в силах выдумать, чтобы лечь спокойно спать. Ну, это же пишется не для того, чтобы вот, это пишется потому, что это льётся. А только та поэзия, которая идёт изнутри, она имеет свою ценность, конечно. Вы сняли фильм, который так называют, да? Отец, да. Я думаю, что вряд ли я первый человек, который задаст этот вопрос, потому что он напрашивается. Идея боёпика, то есть снять игровое кино о Сергея Михайловича, возникало? У меня никогда не звучало. Понимаете, большой видится на расстоянии. Всё равно я бы не мог этого делать. Слишком всё близко. И вот эту картину, которую мы сделали, отец, это вот тот формат, который мне был интересен и в котором... Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду, кроме себя? Кто вы считаете, авторами? Мою команду. Мы с теми... То есть не семью? Нет, нет, нет. Это с тем, с кем я работаю, Андреюша Зайцев. Вот моя команда, мои товарищи. Вот Сергею всегда 13 лет, а Никите сколько? Вы знаете, Бог его знает, тут я не могу сказать. Ну, самоощущения какие-то есть? Или может кто-то? Жень, мы с отцом очень похожи. Я похож очень на отца, а в этой части, например, будучи уже взрослым человеком, и маленькая Надя, ей было лет, наверное, 6 или 7, может, 5. Когда мы где-то были в Испании или в Италии, не помню где, там был рядом, в Испании, по-моему, там был рядом Луна-парк, и когда она что-то такое в себя вела неподобающе, я сгоряча сказал, что вот сегодня в Луна-парк не пойдешь. И прикусил язык, потому что мне больше нее хотелось туда пойти. Мне бы интереснее было кататься там, стрелять в тире, выигрывать какие-то игрушки, бить по башкам, выскакивать. Как это объяснить? Это может быть старческий идиотизм, а может быть какое-то внутреннее существо, достаточно, в общем, такое детское и так далее. Я не чувствую возраста в том смысле, что, по идее, я сам удивляюсь она тому, что меня интересуют вещи, которые, в общем, в принципе, да интересовать уже сейчас не должны. Но меня они интересуют. Например? Ну, например, я могу опоздать на самолет, если я загадал попасть пустой бутылкой из-под воды, пластмассовой, в корзинку с трех метров, если я не попал с трех метров, я ухожу на четыре. Я снимала, я и так, и могу дойти до сумасшествия, я опоздаю на самолет. Я могу опоздать на самолет, это имеется в виду, приходилось опаздывать на самолет? Приходилось, да. То есть, это не фигура. Нет, не фигура. Приходилось, да, приходилось, да, потому что я, причем, ты все больше и больше заводишься, и уже потом говоришь, нет, здесь что, в секунду, нет, нет, я ходил, ну, вот возьми и положи, нет, это невозможно. То есть, нет, ну, это, может быть, бзик, но это вообще касается очень многого. Это касается в спорта, продержать планку. Минуту продержишься, держишься, полторы, а две с половиной. То есть, это все время какая-то борьба с самим собой. И я думаю, что во многом это определенный залог существования в моей профессии. Потому что терпение и доведение до, как тебе кажется, совершенства, то есть до того момента, когда ты можешь поставить свой путь. Ты можешь ошибаться. Это может быть и нехорошо. Это может быть и, так сказать, не получилось. Но если ты, если ты, у меня было два или три случая в жизни, когда я снимал эпизод, какой-то вот такой эпизод. И, ну, не было так, вот так уж совсем. Подумаешь, ну, кто это увидит, ладно, все снято. И я всегда в этом месте, если я смотрю картину, я опускаю глаза, потому что мне ужасающе стыдно. Никто этого не замечает. Ни один человек не поймет, что это могло быть. Даже брат? И даже брат. Что это могло быть по-другому. Но я знаю, что это могло быть лучше. Наша история с Мордюковой на вокзале со сфразой «эх ты», которая стала легендой. Вот это когда ты, вот надо, чтобы она сказала, так «эх ты», чтобы там была и мать, и любимая, и любящая. И вот «эх ты», и это было доведено до абсолютного абсурда, до больни, до врачей, до тахикардии, 500 человек массов, ну и так далее, и так далее. То есть кто-то может это расценивать как, так сказать, садизм или мазохизм, но перфекционизм в том, за что ты отвечаешь, то есть на что ты, в общем, как бы послан, видимо, это вещь, которая мне присуща пока что, слава богу, я думаю. Вы сказали, что вы похожи с отцом, а Андрей Сергеевич похож на отца? Нет, нет. Он мамин? Он, да, он больше кончаловский, да. Знаете, я за Егором Андреевичем слежу по фейсбуку, и меня совершенно поражает тем, что при его, как бы, как бы, западном образовании, при его родителе, в конце концов, он очень точно понимает место России и очень точно вот рассматривает нашу территорию как нечто особенное, что мы цель на Европа. Это вот что Россия, это такое нечто между Востоком и Западом, ближе к Востоку. Это у него ведь точно, абсолютно нет отца. Это какая-то ваша работа, или он сам по себе вызревает? Сам по себе, я думаю, сам по себе. Дело в том, что, так сказать, в этом смысле, я могу сказать, по моей семье, по моим детям, у нас невероятно жаркие споры бывают, такие же, как у меня были с отцом, скажем, по поводу настоящего, там, и страны, и в мире, но тут есть должна быть одна базовая вещь. Осознание того, что что бы ни было, и как бы ты был недоволен или тебя раздражало что-то, ты все равно, это не касается базового ощущения того, что ты русский человек, живущий в своей стране. То есть, критика, раздражение, ссоры и так далее, они никогда в жизни не носили такого характера, как, да к чертовой матери, зачем мне это надо, я могу в любую страну... Это бывает такое, вот, но это все равно никогда не могло поколебать вот этого внутреннего ощущения того, что это твое, ты здесь, и тебе никуда отсюда не деться. Не потому что не можешь, а потому что тебе некуда деться. А вообще художник, он обязательно должен жить на своей, там, малой родине, или в той стране художником, коей он является. Мы знаем, что Горький прекрасно творил на капре, Кончаловский тоже живет в Италии, Сокуров в Германии. Вот, должна быть связь с землей обязательно или нет? Или человек, вот он... Я не знаю, это индивидуально. Ну, вы, допустим, могли бы жить, там, я не знаю, в Мексике, или там, я не знаю, как, ну, как, ну, знаю, как-то дорожки жить в Калифорнии, а снимать в России. Я? Да. Почему? В чем дефект? В чем вот это вот, вот это вот привязанность именно... Все, мне везде скучно, в Калифорнии России. Да, скучно? Скучно. Клянусь, скучно. А у нас весело. Ну, я не знаю, но, знаешь, ты привыкаешь к своим тапочкам, и даже если тебе принесут замечательные, очень красивые тапочки, но тебе неудобно, ты все равно наденешь старые. Потому что тебе в них художество. Мне здесь хорошо. Мне интересно ездить пара, мне интересно, мне здесь интересно. Причем я безобразие вижу. Я вижу все эти врунов и воров. Но, я говорю, за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. Они 200 лет такие же были. И такие же были губернаторы, и такие же были чиновники. Это все уже было. И попытка это переделать, так сказать, механическим путем приводит только к тому, что в результате губернатор садится на 8 лет в тюрьму. Для меня Россия, простите, вот так сказать, да, родина, будем так говорить, да, это состояние души. Это не территория и не климат чудовищный. С состоянием души можно пребывать в географически более благоприятных условиях. Отдыхать, да, день, пять, неделю, да, это, но чтобы, допустим, я пожалел, что я возвращаюсь домой, эх бы, еще бы, а лучше, а вообще тут бы пожелеть, а вот это у меня никогда не было. Может быть, я себя в этом убедею, я не знаю, но я ощущаю себя абсолютной частью этого, и я абсолютно везде чужой среди своих. Вот откуда это? Дело не в том, что, так сказать, мне не нравится, раздражает, там, у меня Европы, абсолютно нет. Великий Китай, там, в который я первый, вернувшись после съемок Ургии, написал Силаеву тогдашему премьеру. Да, 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 что наше место там, что мы должны дружить, точно, я помню эту историю. Это 20 с лишним лет назад, но все равно, совершенно прав Егор, говоря, что все-таки мы оттуда больше, чем отсюда, но ощущение, когда ты смотришь картину еврея по крови Левитана над вечным покоем, в которой нет ничего, кроме любви к тому пейзажу, который он пишет, меня возбуждает намного больше, чем что бы то ни было, так сказать. Я тебе больше скажу. Смотришь Тициан, да? Гид, мое, как же так можно писать? Там, ну, или Караваджо. Ты приезжаешь к кому-нибудь в Праду, смотришь там Босха, и, господи, какая, как это, дюра, елки бога. Восхищаюсь, преклоняюсь, снимаю шляпу. Но я нигде там себя не вижу. А в свадовстве майора Федотова или в завтраке аристократа я любой там, я там могу быть кошкой, стаканом, соседом, коммердинером, кем угодно, понимаешь? Я, оно мое, я сразу, ах, я запахи эти чувствую. Ну, и Тарас спрашивается, нахрена мне что-то другое, если я чувствую себя там, и мне там хорошо. Зачем мне, ну, говорит, а давайте все-таки попробуем пожить бы где-нибудь в другом месте. Зачем? Я не вижу в этом смысла. Мне много предлагали снимать, скажем, в Америке и так далее. Есть там, что я снимал, скажем, с западными партнерами. Все равно это было, даже если это очень черное, марчевое настроение, все равно это было, так сказать, мотивы Чехова. Мне много предлагали снимать, их прекрасные контракты были, предложения были. И заманчив, и, конечно, соблазн был. Но как то... Вот, слушай, мама гениально говорила. Гениально. Если тебе что-то катится в руки, очень выгодное и желаемое, и тебе нужно только протянуть руку и взять, подумай, сколько бы человек из десяти от этого бы не отказалось. Если больше пяти, откажись. Я подумал, сколько человек не отказалось бы принять этот контракт с Голливудом, из моих коллег. Я подумал, больше людей не наберется, не отказались. Думаю, даже меньше. Поэтому я отказываю. Потому что я знаю, что только в узких вратах там правда. Когда так... Мы про боёпик говорили о Сергее Михалкове, а вот представьте себе боёпик про Никиту Михалкова. Кому бы вы доверили первое из ныне живущих снять эту ленту? И кого бы вы видели в роли Никиты Михалкова в период «Моспа слезам не верит»? Вот есть такая производственная необходимость. Нужно обязательно решить. Это не анимация. Как только как только эта мысль тобою предложенная мною овладеет, надо съезжать в дом престарелых. И заканчивать на этом свою карьеру. Я достаточно легко к себе отношусь. Опять же, как говорил мама, бери всегда от жизни чуть меньше, чем то, что, как тебе кажется, на что ты имеешь право. Как тебе кажется, на что ты имеешь право. Бери меньше. И это значит, то, что меня научил, чему меня научил мама, и чего я научил мои дети, судить о своей жизни, по жизни тех, кто живёт хуже, а не лучше. И она говорила, намного меньше проблем. Зависть – это страшная вещь. Страшная. Я согласен. Понимаешь, а так как зависть – это движущая сила зла, и как говорит Агафангел, владыка одесский, зависть – это скорбь по чужой радости, оскорбящего надо жалеть. И что ещё? Зависть – это религия бездарных. Поэтому, так сказать, я, слава тебе, Господи, этого лишён, как и я лично. И я очень этому счастлив, потому что я представляю себе, как она разъедает человека. Но, с другой стороны, вот, допустим, доказывать, вот там пишут ложь, ну, ложь. Ну, я же понимаю, что это ложь. Бриллиантовые заводы, там ещё. И вот ты думаешь, опа, вот сейчас, вот первое желание, ну, попади, опять вспоминаю маму, никогда не делай ничего того, что тебе хочется сделать сразу, после того, как тебя оскорбили. Сделай паузу, придёт решение лучше. Бюст открыли папе, а маму вспоминаете чаще. Для того, чтобы эту беседу не назвали Лизаблюдской, надо задать какой-нибудь неприятный вопрос. Я подумаю на это. Лизаблюдской, с моей стороны, потому что, я такой вопрос придумаю к нашей следующей встрече. Лизаблюдской. Спасибо. Продолжение следует...